Продолжаем прямой эфир на телеканале Freedom. По-прежнему с вами Юрий Кулинич. Ну и далее говорим о том, что Россия ждала обострения на Ближнем Востоке, чтобы мир отвлекся от войны России против Украины. Такое заявление перед началом встречи Совета Министров Европейского Союза сделал глава МИДа Литвы. Кремль не осадил нападения боевиков, а пропагандисты распространяют антиизраильскую риторику в стране. Но однако среди них нет единой сформированной позиции. Детальные о том, как в России освещают войну террористов Хамас против Израиля и о расколе, который уже наблюдается среди пропагандистов, Никита Скобликов расскажет. Идет третья неделя после нападения террористов Хамас на Израиль. Весь цивилизованный мир осудил атаку и зверства боевиков, но не Россия. Первые два дня после начала войны высокопоставленные российские чиновники молчали, а затем наконец-то выступили с заявлениями. Среди них глава МИД Лавров и пресс-секретарь Путина Песков. Они заявили, что нужно прекратить боестолкновения и выводить ситуацию в мирное русло. В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев и вовсе обвинил НАТО в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В принципе, Российская Федерация, она один из ко-спонсоров Хамаса. Это вопрос поставки вооружения и в целом, скажем, поддержка политической линии Хамаса. И, понятное дело, что для России сейчас, чем хуже союзником Соединенных Штатов Америки, которыми является Израиль, тем лучше. Сложно ожидать какого-то осуждения от России, которое делает то же самое, что и Хамас просто в другой точке мира. О том, что России выгодна война на Ближнем Востоке, и она ее ждала, уже заговорили и в Европе. Об этом перед заседанием Совета министров Европейского Союза в Люксембурге сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлю Сландсбергис. Мы не можем забывать, мы не можем отводить взгляд от Украины. Мы наблюдаем возобновление наступления России. И это напоминает нам, что россияне ждут подобных ситуаций, когда мы обращаем наш взгляд еще куда-то, чтобы они могли возобновить свои атаки. Это более удобный случай, который бы они попытались использовать в первую очередь в пропагандистских целях, для того, чтобы ослабить поддержку Украине. То есть их расчет может быть на то, что в связи с тем, что у Израиля сейчас проблема, поэтому и Соединенные Штаты Америки, и европейцы будут должны переориентироваться, больше помогать, скажем, Израиле. В принципе, как мы видим на сегодняшний день, не помогает это Российская Федерация, поскольку Украина в это же время получила и Атакамсы. Российская пропаганда идет в ногу с властью, поддерживая нарратив о якобы вине стран Запада в эскалации. Они также продвигают мысль о том, что из-за войны Хамаса против Израиля Украина уходит с мировых трендов. Задача России и привязки к войне этой, и вообще это усиление дестабилизации в мире путем провоцирования новых конфликтов и усиления текущих конфликтов. Их задача, если говорить проще, поссорить всех со всеми. То есть те, кто уже пребывает в конфликте, чтобы они из этого конфликта не могли выйти, а те, кто в конфликте не пребывает, чтобы они в этот конфликт вошли. Несмотря на государственную антиизраильскую политику, у пропагандистов все же нет структуризированной позиции в отношении войны Хамаса против Израиля. Одного из сторонников российско-украинской войны Евгения Сатановского уволили с передачи «Соловьёв Лайф». Случилось это после того, как он в интервью израильскому журналисту раскритиковал власти РФ из-за позиции касательно войны на Ближнем Востоке. Ситуация с Сатановским очень показательная. Потому что свою произраильскую якобы позицию он озвучил в интервью израильскому блогеру. То есть в том контенте, который должен был идти на израильскую аудиторию и убеждать израильскую аудиторию в том, что в России много людей, влиятельных, умных и так далее, которые всецело поддерживают Израиль. Ну а то, что Россия занимает такую, скажем так, позицию по отношению к Израилю, не очень дружественную, мягко говоря, он пояснил тем, что там в МИД, в Министерстве иностранных дел России, одни алкоголики, пьяницы и идиоты. Это скандальное увольнение «Соловьёв Лайф» было объяснено как раз этим. В России пропагандисты работают на все аудитории. Есть те, которые поддерживают Хамас. И вместе с ними есть и те, кто поддерживает Израиль. Эксперты считают, что это целенаправленная политика. А даже если у потенциального российского зрителя появятся вопросы, все у контрастности риторики, то задать их он никому не сможет. Никита Скобликов для телеканала Freedom.